Всем привет, дорогие друзья-подписчики, а также гости этого канала. Представляем вашему вниманию судьба актрисы Анастасии Паниной, история любви и брак с известным актером, и почему же она отказалась от роли в мелодраме «Бедная Настя». Миловидная блондинка Анастасия Панина пришла в мир кино в начале 2000-х, и именно с этого момента и начался ее путь к вершинам популярности. Огромной аудиторией зрителей она известна по сериалам «Надежда как свидетельство жизни», «Физрук», «Пасечник» и другие. Сейчас ее участием на экраны страны выходит сериал «Шуша». Конечно, зрителей интересует личная жизнь этой талантливой актрисы, и именно об этом пойдет речь в этом ролике. Анастасия Панина родилась в середине января 1983 года в провинциальном городке Северо-Задонск Тульской области. Анастасия из простой семьи, мама работница птицефабрики, а папа – шахтер. С детских лет она вместе со старшей сестрой активно занималась в секции художественной гимнастики. И к 13 годам она достигла заметных успехов, выполнив норматив кандидата в мастера спорта. Но несмотря на достигнутые результаты, она все-таки ушла из гимнастики. В конце лихих 90-х, из-за отсутствия заработка, семья была вынуждена перебраться в Москву, правда, уже без папы. Незадолго до принятия такого решения, родители расстались, и сестры-школьницы остались жить с мамой. После окончания школы Анастасия некоторое время работала в столичном модельном бизнесе. И являясь по натуре целеустремленным человеком, она надеялась, что со временем сумеет построить достойную карьеру. Но на тот момент она не определилась, в каком направлении ей нужно двигаться. Однажды одна из родственниц сообщила девушке, что видела в газете объявление о кастинге для участия в градиозном историческом сериале «Бедная Настя». Анастасия решила попытать счастье на новом поприще и пришла на кинопробы. Из нескольких тысяч претендентов были отобраны всего 30 девушек и юношей. Туда же и попала и Анастасия. Для этих ребят создали специальные двухмесячные подготовительные курсы. Которыми руководили преподаватели школы-студии МХАТ. Когда обучение закончилось, оставалось еще много времени до съемок. И Анастасия по совету худрука театра имени Пушкина решила еще раз попытать судьбу и подала документы в школу-студию МХАТ. Конкурс, выбранный ею вуз, был огромным. 450 человек на место. Но упорная и талантливая Анастасия все же туда поступила. Однако встала дилемма либо сниматься в бедной Насте в роли одной из сестер-долгоруких, либо начать обучение в школе-студии. И Анастасия выбрала обучение. В итоге она отказалась от этой роли. В 2007 году Анастасия окончила школу-студию МХАТ и получила диплом с отличием. При распределении Анастасия попала в труппу Московского драматического театра имени Пушкина. Еще бы, ведь там руководителем был Роман Ефимович Казак, ее бессменный наставник на протяжении четырех лет учебы. Она органично вписалась в репертуар театра и до сих пор играет там роли в спектаклях. Работая моделью в самом начале своей московской жизни, Анастасия временами подрабатывала на съемках в рекламных роликах и музыкальных видеоклипах. Так потихоньку девушка знакомилась со всеми премудростями съемочного процесса. К моменту поступления в школу-студию у нее за плечами уже был первоначальный актерский опыт в эпизоде фильма «Только раз» 2001 год. Затем она засветилась еще в двух крохотных моментах сериалов «Тайный знак 3» и «Мур есть мур 3». И, наконец, ее настигла удача. В 2006 году, когда она была студенткой четвертого курса, она сыграла свою первую главную роль в картине «Последняя исповедь». С получением актерского образования ее карьера в кино резко пошла в гору и каждая вторая роль молодой актрисы была уже главной. В личной жизни эта актриса счастлива. В единственном браке с популярным актером театра и кино Владимиром Жеребцовым. Они с Анастасией Одногодки и играют на одной сцене в театре имени Пушкина, который стал для них вторым домом. Молодые люди познакомились с далеком 2003 году, когда группа студентов в мастерской казака, в том числе и Панина, была задействована в массовке спектакля «Ромео и Джульетта». Владимир играл там главную роль. Вспыхнувшие чувства получили свое развитие через три года, когда влюбленная пара выступали вместе с супругом в спектакле «Пули над Бродвеем». После этого Анастасия и Владимир стали жить вместе. А в 2009 году они расписались. А еще через год у молодых людей родилась очаровательная дочка, которую назвали Александра. Сейчас девочке уже 11 лет, и у нее очень много увлечений. Она занимается хореографией, играет на гитаре, изучает иностранные языки и лихо скачет на лошади. А родители, уезжая на съемки, оставляют дочь на попечение бабушки, но профессиональная занятость не мешает семейному счастью этой пары. Как только появляется свободное время, они непременно проводят его вместе со своей дочерью. Хочется пожелать этой замечательной паре еще долгих лет совместной жизни, а также побольше новых интересных ролей. Всем спасибо за внимание, всем удачи, до новых встреч и всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok